здравствуйте товарищи вы слушаете новости на красном радио фонда рабочей академии сегодня в программе власти россии вновь ввели обязательную продажу валютные выручки президент россии владимир путин подписал указ об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договором контрактом сообщает рбк указ содержит три ключевых нововведения отдельные компании в течение полугода обязаны репатриировать то есть возвращать в россию валютную выручку и продавать ее на российском рынке в объемах и в сроки которые будут установлены правительством это решение кабмин планирует принять в течение суток вводится обязанность для отдельных компаний по предоставлению в банк россии и rosfin мониторинг индикативных планов графиков по покупке и продаже иностранной валюты во внутреннем рынке в отдельные компании вводятся уполномоченные представители rosfin мониторинга в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования решение президента коснется 43 групп компаний которые относятся к черной и цветной металлургии зерновому производству лесной и химической промышленности отраслям топливно-энергетического комплекса указ содержит конкретный перечень экспортеров но название компаний в тексте не приведены данное решение сейчас необходимо для стабилизации курса подчеркнули в пресс-службе министерства финансов в ответ на запрос рбк в середине августа 2023 года источники блумберг сообщали о том что правительство и экспортеры обсуждают восстановление контроля за движением капитала тогда инициативу выдвинул минфин но центробанк вместе с советником президента максимом орешкина выступили против вместо этого цб поднял ключевую ставку кремль в начале октября настаивал что беспокоиться из-за ослабления рубля не стоит это рудименты прошлого нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимым от курса доллара говорил представитель президента дмитрий песков а теперь власти возвращаются к проверенному методу напомним 28 февраля 2022 года на фоне обвала курса рубля президент подписал указ о обязательной продаже 80 процентов валютной выручки экспортерами они должны были продавать выручку не позднее чем в течение трех рабочих дней затем срок увеличили до 60 дней в мае того же года норматив был уменьшен с 80 до 50 процентов в июне когда российская валюта начала быстро укрепляться требования вновь смягчили продажа валютной выручки осталось обязательной но размер продаваемый на рынке доли стала определять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями также в прошлом году было введено жесткое ограничение по вывозу валюты из страны эти меры позволили значительно укрепить курс рубля сейчас россии которая ведет специальную военную операцию на украине вкладывает огромные средства в обороноспособность страны в импортозамещение нужен экономический рост и порядок в экономике а скачки курсов валют процентных ставок этому никак не способствуют от этого немного выигрывают отдельные российские капиталисты и в сильном плюсе финансовый капитал сша вводимые правительством меры по обязательной продаже валютной выручки правильные но поскольку не раскрывается объем валютной выручки обязательной для продажи то пока рано говорить об эффективности этих решений буржуазным властям надо решительно наводить порядок в экономике необходимо зафиксировать курс рубля снизить процентную ставку запретить валютные спекуляции ограничить вывоз валюты за рубеж ввести государственный контроль за уровнем цен и объемом производства важнейших отраслях экономики будут они это делать маловероятно значит действовать должен рабочий класс и действовать под руководством своей партии товарищи вступайте в рабочую партию россии авангард рабочего класса новости читал артеменков дмитрий с коммунистическим приветом из города загорск московской области